Музыка Итак, прежде чем сделать силиконовые молды и вайнеры, я покажу вам, как сделать силиконовую базу. Музыка Для нее нам понадобится силикон, совершенно любой, который продается в строительном магазине, не обязательно пищевой. Музыка Также нам потребуется вазелин, в основном как разделительная смазка. Потребуется картофельный крахмал. Музыка Какая-нибудь емкость, где мы, собственно, будем замешивать наше силиконовое тесто. Перчатки. Музыка Я также буду использовать пленку, на которой буду сушить свои молды и вайнеры. Музыка И скалка, лезвие, какие-то вспомогательные предметы, которыми мы будем обрабатывать заготовки. Музыка А также краситель, который я купила также в строительном магазине. Он недорогой и представлен очень широкой гаммой цветов. Музыка Ну и также будут, конечно же, образцы, с которых я буду делать слепки. Это будут различные листочки, лепестки с четко выраженной текстурой. А также, если у вас есть какие-то фигурки, с которых надо сделать оттиск, также их приготовьте. Музыка И на глаз примерно столько же я досыпаю картофельного крахмала. Музыка Сначала смешиваю при помощи палочки. Музыка А потом одеваю перчатки и уже замешиваю силиконовое тесто при помощи рук. Музыка Я настоятельно рекомендую делать вот этот первый этап в перчатках. Пока тесто крошится, оно немножко липучее, но потом оно собирается и уже становится консистенцией мягкой такой нежной мастики. И когда она приобретает такую консистенцию, я снимаю перчатки и продолжаю замешивать руками. Также я добавляю краситель. Значит, по красителю нюансы следующие. Необходимо добавить краситель в само тесто и вмешивать до тех пор, пока он абсолютно полностью не вмешается в силиконовое тесто. Чтобы он не оставался ни на руках, ни впоследствии на мастике. Только в этом случае он будет совершенно безопасен для наших будущих изделий. Окрашивать молды вы можете либо однотонно, когда вы окрашиваете однотонно, будет видна и текстура, и легче будет различить детали мастики на них. Либо вот я делаю некоторые формы мраморные. Тут все зависит от вашей фантазии. По поводу безопасности силикона могу сказать следующее. Для контакта с пищевыми продуктами обычно используют пищевой силикон. Но поскольку мы используем силикон, который куплен в строительном магазине, то хранить мастику или держать долго не рекомендуется. Поскольку в силикон эти включены токсичные добавки, пластификаторы и прочие, которые могут перейти в мастику. Но для кратковременного контакта он вполне подходит. Можно не бояться, если вы, допустим, положили лепесток и прижали, и сразу сняли лепесток. Совершенно безопасно. Никакие токсины перейти не успеют. Главное в таких формах не запекать ничего и долго в них ничего не хранить. Итак, приготовим вайнеры. Самые распространенные в интернете формы. Они бывают трех видов. Односторонний оттиск. Двухсторонний оттиск. И вайнеры, которые повторяют форму лепестка. Итак, сначала сделаем вайнеры с односторонним оттиском. Для этого я возьму пленочку, смажу ее вазелином, чтобы нам потом можно было снять нашу форму. Беру маленький кусочек силиконового теста. Тонко раскатываю. И самой ребристой тыльной стороной прикладываю к ней листья. Хорошо впечатываю и прокатываю скалкой, чтобы рисунок листьев хорошо зафиксировался в силиконе. Излишки силикона я убираю. И убираю заготовку для застывания. После полной полиримизации у нас получаются вот такие вот маленькие коврики с оттиском наших листьев. Уроки именно таких вайнеров очень распространены в интернете. Теперь используем в боевых условиях. Я вырезаю листик. Прикладываю к оттиску и прокатываю скалкой. В итоге рисунок переносится на нашу мастику. Ровно так же происходит с остальными вайнерами. Один из вайнеров я уже вырезала по контуру. Можно сделать и так. И к нему прикладывая мастику, я просто обрываю мастику по этому контуру. Таким образом я получаю и листик сразу в форму листа и отпечаток рисунка тыльной стороны листа. Напоминаю, что такие вайнеры делают только отпечаток на одной стороне. А также напоминаю, что перед тем, как загружать мастику на вайнер либо в молд, обязательно припудрите кукурузным крахмалом, чтобы мастика не пристала к форме. Теперь сделаем двухсторонний вайнер. Это мои любимые вайнеры, так как они имеют замочек. Замочком будет форма ракушки. Кусок силикона мы раскатываем в толстую лепешку. И при помощи карандаша, палочки или, как например я, разломом доски, где интересная текстура, делаем лучеобразные оттиски. Таким образом мы обеспечиваем волнистость. И толстыми прутиками веника мы делаем несколько прижиманий, что обеспечивает нам на силиконе некий такой эффект жамканности. Придаем нашей заготовке форму ракушки, либо лепестка. И готово! Формируя нашу ракушку, я рекомендую делать некий такой волнообразный край сверху. Это будут наши замочки. Отправляем на полиримизацию. В течение суток силикон застынет, и мы будем с ним работать дальше. Итак, наша заготовка застыла. Вот такая вот она у нас получилась. С зубчиками для замочка. И теперь сверху мы на нее сделаем некую такую крышечку. Хорошо смажем нашу силиконовую заготовку вазелином. Смажьте обильно, чтобы у нас силикон не пристал друг к другу. Смазывайте не только поверхности бока, но также и тыльную сторону. И сверху прикладываем кусок заготовленного силикона. Хорошенько придавливаем, чтобы он принял форму нижней части. И также закрываем силиконом бока. Таким образом мы получаем некую такую закрытую ракушку. И снова отправляем на полиримизацию. Через сутки у нас все застыло. И теперь нам надо отделить нижнюю часть от верхней. Поддевайте либо ножичком или шилом, чем вам удобно. В принципе никаких проблем с отделением нет. Если у вас где-то заплыл силикон, можно при помощи лезвия его надрезать. И отделяя верхнюю часть от нижней, не торопитесь, чтобы дать возможность силикону разделиться. Излишки мы снимаем, они нам не нужны. Вот такие вот две части вайнера у нас получаются. Они имеют абсолютно идентичный рисунок, а также замочек, который очень удобен. Например, положив лепесток на вайнер, нам не надо приноравливаться. Попадая рисунок в рисунок, мы здесь просто кладем лепесток на одну часть. И сверху, накладывая другую, как бы прищелкиваем. Рисунок идеально совпадает. Излишки силикона мы срезаем, чтобы было аккуратно. И наша форма ракушкой готова. Признаюсь, это самая моя любимая форма вайнеров ракушками. Так как, повторяю, очень удобно и идеально совпадает рисунок. Итак, проведем тест. Раскатываем небольшой кусочек мастики и делаем из него лепесток. Припудриваем кукурузным крахмалом обе части. Укладываем лепесток на дно формы и сверху прикладываем вторую. Как видите, идеально отпечатанный рисунок с двух сторон. И при этом нам совсем не надо было приноравливаться, чтобы попасть рисунок в рисунок. И я покажу еще один способ делать вайнер тех моделей, которые имеют некие изгибы. Для образца я беру лепесток тюльпана. У него не сильно выраженная рельефность лепестка. Но зато есть бороздки, которые мне пригодятся в изготовлении лепестков лилий, либо тюльпанов. А также он имеет очень сильный прогиб у основания. Итак, мы раскатываем кусок силикона. Укладываем на нее наш лепесток. Сразу же отсекаем ненужный силикон. Хорошенько впечатываем силикон, чтобы он перенял текстуру лепестка. И подложив под изгиб, вот я в данном случае использую бумажное полотенце, вот таким вот образом мы высушиваем нашу заготовку. Через сутки мы снимаем лепесток. У нас отпечатались нужные мне бороздочки. И по отпечатанному контуру я обрезаю лишний силикон, получая, собственно, заготовку лепестка. Вот, проведем испытание. Я вырезаю лепесток и прикладываю к вайнеру. Но поскольку лепесток гладкий, вам навряд ли будут видны вот детали бороздочек этих. Но, уверяю вас, они там есть. Теперь перейдем к молдам. Молды, в отличие от вайнеров, не только делают оттиск, но также позволяют, загрузив мастику, получить нужную форму. Это главное отличие от вайнеров. Итак, я смазываю вазелином подложки, на которых будут располагаться мои молды. И заготавливаю силиконовое тесто. В отличие от вайнеров, для молдов кусочек теста должен быть потолще, поскольку в нем мы будем задавать глубину нашего оттиска. Вот, например, вот этот молд я делаю толщиной примерно где-то около сантиметра. Я на него укладываю листик дубка и впечатываю его вглубь, примерно на 2-3 миллиметра. Глубина определяется вашим желанием. Сначала я основные оси впечатываю, а затем и мелкие детали. Печатывать надо перпендикулярно. То есть, каждая деталь должна быть впечатана на равную глубину. Впоследствии я буду загружать туда мастику, излишки срезать и доставать уже такой же листик. Субтитры сделал DimaTorzok поверхность молда также должна быть ровная, для того, чтобы удобно было срезать излишки мастики. Поэтому я приглаживаю сверху скалочкой. И у меня поверхность совершенно ровная. Прорабатываю детали. И вот такая вот заготовка молда у меня получается. Как видите, он впечатан в глубину. Если у вас будет небольшая глубина, то есть риск, что у вас листочек будет настолько тонкий, что будет рваться. То же самое я проделываю с листком винограда. Признаюсь, изначально я сделала некую опложность. Я сорвала листочек, но не посмотрела его форму. Он был несколько симметричный. Поэтому, срывая листочки, смотрите, чтобы они были симметричные. Также прорабатываю детали и в таком виде и отправляю на сушку. Итак, на следующий день наши молды застыли. И теперь проведем испытание. Припудрим кукурузным крахмалом. Загружаем хорошо размятую мастику в наш молд. Смотрите, чтобы он везде входил. Срезаем излишки нашей мастики. Тщательно прорабатываем детали. Вот так вот получается. И вытаскиваем уже наш готовый листик. Его можно оформить, защипнув краешки. Зубочисткой можно усилить зубчатость. Либо листочек сделать тоньше по краям. Теперь проверим наш виноградный листочек. Вытаскиваем и видим, что листочек тоже хорошо прошел испытание. К сожалению, он не совсем симметричный, поэтому придется сделать еще один молд. И, наконец, мы сделаем текстурные коврики. Пожалуй, это самое-самое легкое, что можно сделать с силиконовой основой. Кусок силикона мы раскатываем на необходимую площадь. Я коврики делаю не толстые, где-то примерно с полсантиметра толщиной. Придаю форму аккуратную. Вот данный коврик я сделаю с такой сеченой, ребристой поверхностью. Мне нужна такая поверхность для проработки мастики под дерево. Прокатав такую мастику вот по данному коврику, она будет иметь такую деревянную текстуру сруба, более естественную. Ну, а также этот коврик можно использовать там, где необходима такая текстура. В принципе, даже на некоторых лепестках. И отправляем на застывание. Еще один коврик я сделаю при помощи листа наждачки самой крупной фракции. Наждачная бумага обеспечит нам такую текстуру, как, например, песчаник, или оформление середины цветочков, которые надо часто протыкать зубочисткой, чтобы получить такой эффект. Здесь достаточно просто приложить мастику к такому коврику, и сразу же мы получаем зернистый эффект. Очень полезный коврик. Также, как и в прошлый раз, мы раскатываем на нужную площадь. Сверху прикладываем наждачную бумагу, и прямо на этой наждачной бумаге мы отправляем на застывание. По истечении суток мы получаем два вот таких коврика. Текстуры хорошо отпечатались, застыли. И теперь проведем тест. Припылим коврики кукурузной мукой. И вот такая вот текстура у нас получается на мастике. На зернистом коврике мы проделываем то же самое. Припыляем кукурузным крахмалом. Раскатываем кусочек и прикладываем к коврику. Не знаю, насколько вам видно, но получается некая такая песчаная зернистая текстура. Поскольку видеокамера не отражает нюансы, я прилагаю фотографии, где более детально видно текстуру ковриков и оттисков. Вот такие самые разнообразные силиконовые коврики, молды, вайнеры вы можете сделать дома. Сделать весь этот силиконовый инструментарий очень легко и быстро. У меня на изготовление всех этих силиконовых инструментов ушло всего 3 дня. Для некоторых всего лишь 2 дня. Основная часть времени приходится на застывание. На всю работу уходит минут 10-15 может быть. Если вам понравилось мое видео, оказалось для вас полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал на YouTube и в группу ВКонтакте. А сегодня на этом все. Всем пока!